Всем приветики из снежного леса! Приглашаем вас на рождественскую прогулочку. Сегодня 7 января 2024 года. С вами Новые Горизонты, Анастасия и Дмитрий впереди бежит. Вот такой лес нас ждет и много-много интересного. Время 8.50 мы выходим от станции Подкаменная и идем в сторону леса погулять. Пока не знаем, есть ли там тропы, но надеемся, что есть и куда-либо дойти. А куда дойдем, покажем в процессе. Поэтому не переключайтесь, смотрите нас до конца. Тропа вроде есть, а снега много. Причем не основная, в которую мы обычно ходим. Как-то маленько правее мы ушли и потопали. Я потом трек прикреплю в описании под видео. Смотрите, что здесь по снегу тяжеловато идти. Еще, кстати, солнце не взошло. Вот там оно начинает раскрашивать небо. Сейчас в 9.20, по-моему, у нас рассвет. Сегодня 7 января. Января, Рождество. Мы, пользуясь случаем, поздравляем всех с этими светлыми праздниками. Рождество, Крещение. Желаем всем добра. А нам желаем дойти до нужной цели. Идем сегодня втроем. Я, Дима. И Димин, друг детства. Выбрались погулять, пообщаться. Они, конечно, вчесали вперед. Вдвоем. Я тут плетусь позади. Снега очень много. Но мы не сдаемся. Я думаю, мы дойдем. Куда-то она нас ведет, эта трубка. С этой станции подкаменная. Рядом есть санаторная еще. Много на лыжах ездят. На разные скальники ходят. А скальники такие, как ворон, шахтай, акули, плавники. Она же вроде как белая церковь. Кто как ее называет. Много споров идет. Потом идет ложная церковь. Все, хотим до ложной дойти. Мы почему-то не пошли. Поленились. А сейчас хотим дойти. Там зимовье какое-то стоит вроде. Так что идем пока. Просто любуемся лесом. Ну и какой план? Просто погулять. Сегодня Рождество. Взяли разных вкусняшек. Стоять пикничок на природе. Погода вроде опять шикарная. Ну, солнышко вроде как по прогнозу не будет. Будет пасмурно. Но утром сейчас минус 20 градусов. А днем будет минус 5 всего. Поэтому мы решили не сидеть дома. А все-таки погулять. Пока погода так радует. Очень редко погода балует нас на новогодние праздники. Такими температурами. Поэтому невозможно просто сидеть дома. Вот мы и гуляем. В общем, что мы думаем? Давно тут никто не ходил. Вернее, кто-то ходил. Но, видимо, очень мало. И мы идем по следам. Обычной тропы нет, которая ведет в летний период или осенний. Через лес. Там никто не ходит. С-под каменной. Скорее всего, все ходят с санаторного. По дороге. Там дорога. Короче, я тут вообще встряла. Сейчас буду залазить. Тут мало того, что снег. Под снегом еще бурелом. Короче, кое-как лезем. Вот мы нашли какой-то скальник первый. Если честно, не были здесь никогда. Шли по лесу и пришли. Идем не по треку, а по направлению. Потому что по треку у нас нет тропы. А тропить не очень хочется. Слишком глубокий снег. Все силы оставим. А вот же дорога, да? Ну, вот мы на нее, это, не попали. Эта дорога. Не попали. Меньше всего метра. Написано, какой скальник? Нет, тут нет ничего. Ну, то есть, если мы сейчас пойдем вон туда... Даже если увеличиваешь, нет, отображает. Короче, это не обзорный, да? Ну, умный. Обзорный вроде подписан. Рассвет какой, а? Красавчик. Вот там. Оранжево-красный. Радует нас. Очень большие следы закончились. У нас какая-то козья тропа началась. Ну, то есть, явные следы какой-то козочки молодой. Мы по ним идем. Вот уже Сами тропим Как можем. Снега по колено. Так, если убрать все трудности, В принципе, Лес шикарный. Погода тоже. Поэтому Не возвращаться же домой. Будем гулять. Здесь, на сколько сил хватит. Дима там спереди кричит, Что вот так вот путешествие превращается в приключение. А то шли бы скучно По натоптанной тропе. Не запомнилось бы. А тут запомнится. Напишите В комментариях, нравится ли вам Ходить в лес, Дышать Вот этой хвоей. Мне кажется, В любом городе Есть лесочек. Даже близко с городом, Где можно погулять. И как бы выбраться Даже в пешей доступности. Мы вот сюда приехали на машине. Можно приехать на электричке. Станция подкаменная. А мы как бы с утра Можно с Оргутска приехать сюда. А вечером вернуться. И с утра несколько электричек, И вечером. Поэтому все доступно. Чьи это следы? Мы тут спорим, Коза это или не коза. А вот мы вышли на какую-то Более широкую дорогу. Так, следы Скота, оленя или изюбра Или косули, не знаю, у кого Продолжаются. И вроде как человеческие появились. Причем много. Это, наверное, Все-таки основная санаторного. Что я хочу сказать. Ну, мужчины у меня вперед бегут. Я тут одна иду с камерой, разговариваю. Это нормально. Так вот. Идем, значит, мы по этой тропе уже были отрублены. И хотим найти скальник ворон. Или скальник ящер. Тут, в общем, на Калькинском плата очень много разных скальников. И у каждого скальника порой по несколько названий. Не знаю, как их так называли. Что в каких-то старых книжках они звучат как ворон, допустим. Потом его начинают звать как ящер. Кому что кажется, видимо, так и называют. Мне нравится ворон. Хоть и похож он на ящера. Очень эффектный скальник. Один из моих любимых. Мы на канале его еще не показывали, потому что ходили давно. Еще туда не снимали видеоматериал. Смотрите, какая замечательная дорожка. Здесь уже вообще здорово идти. Надо было сразу на нее выходить. Так, мы топаем. Мужчина моя теперь сзади. А я здесь. Не надо струкнуть. Так что можно пройти и впереди. В общем, по такой замечательной дорожке мы выходим на основную трассу. Все-таки мы ее нашли. Мы это сделали. Ура! Теперь мы пойдем, наверное, налево. Опа! Вот это, да? Дальше у нас идет дорога замечательная. В общем, по этой дороге мы можем зайти на скальник обзорный. Он чуть дальше будет. Потом будет скальник ворон. И потом будет скальник шахтай. Они все не совсем рядом с дорогой. Нужно отходить в лес. Поэтому на ворона мы точно зайдем. Он недалеко вроде от дороги. На шахтай зайдем. Еще мы хотим сказать спасибо нашим подписчикам, которые пишут комментарии. Особенно приятные комментарии. Очень вдохновляют они нас на дальнейшие подвиги, походы, путешествия, строить какие-то планы. Снимать, покупать технику какую-то получше. Конечно, все ваши отзывы. Поэтому мотивируют нас еще больше и больше снимать, больше ходить. По дороге на ворона у нас вот такой кисик. Здесь они на камнях нарисованы. Я не знаю, кто художник. Если кто-то знает, подпишите в комментариях. Опять же, это хорошенький толстопузик. Подошли к первой табличке. Здесь указаны все скальники, которые здесь у нас есть на тропе. Ворона, значит, чуть дальше. Уксус, кетчуп, шахтай, золотого ручья, белая церковь и белая церковь ложная. Тут хорошо натоптана тропа. Но это, скорее всего, обзорный. Мы идем на обзорный. Посмотрим, что там ни разу на обзорном не были. Тропа хорошая. Сейчас быстренько пробежимся туда. На улице, кстати, что-то похолодало. Когда от машины отходили, было гораздо теплее. Ну вот, получается, скальник обзорный. На него вот так заходят наверх. И получается, там хороший обзор. Раньше не было здесь таких указателей. Сейчас появились вот на станции Подкаменная. Все-таки есть хорошая тропа. Ее как бы хорошо видно, натоптано. Просто мы, видимо, не оттуда как-то зарулили. Обратно пойдем по ней на Подкаменную. Посмотрим, как дойдем. Здесь даже много. Вот там еще один указатель. А вот и скальник ворона. В принципе, так и называется. Какой здесь красивый лес, а. Вы только посмотрите, какие шапочки на веточках одеты. И все такие деревья нарядные стоят. Красота. Ну что ж, вот еще один указатель, чтобы не пропустить. Ворона. Почему он так? Здесь тропка идет. А дорога, она продолжается дальше. Поэтому тут внимательнее надо быть. Идем по тропке. И вон он выглядывает уже. Скальник. Ворона. Вон он какой высокий. Сейчас мы к нему подойдем. О, вот так вот он выглядит. Это идет наша команда Серега. А главная команда где-то осталась позади. О, вот так вот он у нас вот лес сжимается возле тропы. И скальник. Красавчик. Он такой большой. Ну, этот ракурс не очень. Сейчас другого ракурса его сниму. Подойду ближе. Вот такой красивый скальничек все-таки он. Ворон. Здесь тоже птички летают, как в Аршане, которых мы кормили. Иди, моя хорошая. Насколько много прилетели. А мы не взяли вам семечек никаких. Все время забываем, надо корм попугающий брать. Вот эти трассы 7А-6С. Ну, вот такой вот скальник. В общем, пойдем дальше. Некогда нам тут везде засиживаться. Посмотрим, что дальше будет. Возле ворона есть замечательные места для стояночек. Костровища можно сжечь только аккуратно. Все-таки здесь везде лес. С высокой осторожностью все это делать. Лавочка вот здесь еще стоит. Замечательное место. Тропы идут оттуда. Оттуда, 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 оттуда. Со всех сторон. Вот, в принципе, с места стоянки очень хорошо просматривается. Скальничек. Красивый. Мне нравится. Но мы идем дальше. А дальше у нас по плану... Ну, в общем-то, на Шахтай хотели зайти. Ну, посмотрим. Еще есть уксус и кетчуп. Но он, по-моему, в сторону. Мы на нем ни разу не были. Не знаем, как туда дойти. Вот, смотрите. Идя по этой дороге, мы встречаем такой указатель. У нас, получается, Шахтай вот туда прямо, как мы идем. А уксус и кетчуп, получается, по другой дороге. Вот туда правее надо уходить. И, если честно, не знаю, где там далеко, нет. Посмотрю по карте и потом сделаю вставочку, где уксус и кетчуп находятся. Но сегодня у нас цели нет. Мы думали, если бы он по пути был, мы бы забежали. Но так как туда развилкой, мы не знаем, какой километраж нас там ждет. Мы туда не пойдем. Идем, значит, дальше. Скоро уже будет Шахтай. Шахтай это скальник такой необычный, как россыпь камней. И с него отличный вид на всю плату. Там даже в ясную погоду иногда видны горы. Мордобана или Стояна. На Шахтай черно-белых указателей нет. Не знаю, по какой причине. Может, кто-то свернул. Но вот такой вот красный висит Шахтай. И идем. Здесь вот стрелочку с мордочкой нарисовал, чтобы не заблудиться на выходе. Стояна. так здесь у нас важное сообщение очень важное смотрите здесь помимо дороги еще есть лыжня по которой лучше не ходить но смотрите мы идем по колее как машинах здесь слева или справа а по центру проходит лыжня ее могут не заметить если не лыжники не понять что это вот они уже как крик души вешают такие таблички чтобы люди не ходили странная лыжня пошла интересная и красивый красивый лес правда черно-белый как будто бы но это ничуть не уменьшает его очарование а воздух какой он не передается через видео но я думаю вы его чувствуете как друзья моя банда идет впереди побежали куда-то бегом я тут отстал значит их них любуюсь природой дорогой дорога кстати это автомобильная сейчас дойдем до шахтая там по другой дороге но если она будет вернется на основную трассу ну и пойдем уже на ложную белую церковь дальше но так потихонечку мы дошли до поворота на шахтай я правильно помню что здесь стоял какой-то балаганчик с навесом лавочка она стоит смотримся и есть указатель чтобы не пролететь на дереве указатель и вот такая вот лавочка на этом повороте можно посидеть отдохнуть на шахтай видно что ходят и часто ходят набита тропа придавлена где удобно поэтому рекомендую вот зимой отличный вариант даже если машина нет на электричке усадитесь и все едите на под каменную и гуляете скупо влезет на санаторный там посмотрю откуда лучше треки в описании под видео обязательно прикреплю их разные можно сделать посмотрю как санаторного ходят и как мы дошли все прикреплю смотрите изучайте я думаю это будет полезно вам что из себя представляет камень шахтай скальный шахтай камень шахта его называют это как бы нагромождение камней с высотой примерно около 1000 метров под уровнем моря поэтому вид с этой груди камней открывается отличный вот они уже начинаются здесь это вот камень ну как бы закрыт снегом вот спрятан ну и тут их много вот там лежит то есть они как будто кто-то накидал и они еще рассыпались по всему лесу здесь еще бурелом дополнительно тропа протоптана хорошо бурелом и так понимаю распилен хорошими людьми видно вот места распила чтобы было удобно доходить не перелазить все эти деревья спасибо добрым людям которые очищают тропы это прям облегчает жизнь всем туристам там видите уже видно много-много камней на них прям залазим любуемся видами на шахтай надо подняться наверх тропа натоптана чтобы насладиться этими видами ради них принципе и ходят на него здесь снизу не понять его красоту тоже вот такой вот здесь большой мы поднимаемся вот это вот большое плата там каменная наверху поэтому обязательно поднимайтесь фотографируйтесь там это палки стать взяли но не это не стали доставать так они торчат у меня в рюкзаке тропа нормально в принципе особенно снегом припорошено вообще идешь по лесенкам дима сергеем уже залезли шустренькие теперь от меня сортунали как всегда вот такой вид открывается нам получается вот с той стороны на горизонте много гор наверное плохо будет видно на камере сейчас попробуем под увеличить там горы горы красиво небо какой-то оранжевой полосой как будто рассвет или закат интересно освещается но в общем хороший вид на химская плата но опасненько по ним идти зимой летом то все видно а зимой не видно где дыры где не дыры поэтому мы маленько так приподнялись не стали на все плата заходить и тут с края решили постоять фотографировать вот такой шахтай высота около тысячи метров над уровнем моря сейчас мы попьем чай после выпитого чая мы собираемся дальнейший путь он у нас вот туда проходит сейчас лыжница прошла девушка с собакой мы пойдем аккуратненько сбоку лыжни здесь вот есть дорожка время 12.37 мы выходим от шахтая в сторону белой церкви сколько нам еще идти неизвестно потому что тропа здесь тяжелее не натоптана здесь идет получается как бы лыжня проходит и сбоку тропах пешеходная но по ней по моему давно никто не ходил здесь дорога немного сузилась лес очень красивый идем как сказки есть много деревьев которые под наклонились делая арки вот туда у нас все скальники ставшись по пути прямо долго и перейдем с этого места до белой церкви не скажу сколько километров но сейчас отпишу потому что по окончании маршрута я там уже буду видеть сколько мы где прошли хочу обратить внимание что здесь очень много дорог троп разбилок обязательно идите по треку потому что вообще легко потеряться причем телефон может сесть мало ли что может произойти берите еще powerbank вот реально здесь можно потеряться вот идем постоянно обращаем внимание на трек что развилка за развилкой вот опять же какая-то развилка туда идет дорогой туда и до этого также было и получается мы как бы смотрим на это и идем куда нужно хотя бы карту мы в сми по ней тоже можно посмотреть там есть тропки скальники основные обозначены где вы находитесь куда идти направление все можно посмотреть но в сми это приложение на работа без сети локус мэп такой же в общем много приложений обязательно скачивать на телефон они облегчают жизнь туристу выйти на нужный путь она что еще хочу сказать здесь конечно есть скальный церковь белая церковь на указателях написано он же акулий плавники по моему в общем мы на него заходить не будем он как бы вглубь леса потому что мы на нем уже были в тот момент мы тогда почему-то поленились идти на ложную церковь а сейчас мы проходим по дороге мимо этой церкви обычно не заходя на нее и идем на ложную сейчас я ставлю фотографии белой церкви как мы на нее ходили несколько лет назад и посмотрите обязательно зайдите она очень интересная что можно залезть наверх тоже там несколько этих скальников причем такая атмосфера таинственная горелый лес вокруг мрачная выходили не зимой а в какой-то другой период спасение или весеннее точно не помню вот на фотографиях все увидите сейчас ставлю несколько штучек посмотрите так она тут развилка сюда-то хорошая дорога сложнее уходит но нам трек показал сюда идем торопить потому что давно здесь никто не ходил хорошо что у меня есть два крепких мужчина впереди которые занимаются тропежкой я иду позади уже по их следам торопили мы торопили и вдруг появилась развилка и оттуда хорошая тропа вот на прекрасно натоптана даже как будто лыжня была сейчас уже истоптана все здесь вот даже видно что расчищали тропу все пропилено видите как молодцы какие скоро уже должна появиться наша цель наверное конечно сегодня потому что по времени дальше уже никуда не успеваем пойти летом можно еще на гуксус кетчуп завернуть когда световой день длинный а сегодня уже нет смысла потому что по темноте его смотреть наверное не очень интересно так сейчас время 13 30 и вот на горизонте появилась появился скальник ложная белая церковь сейчас дойдем до нее постоим по фото им ся и будем искать зимуху где-то здесь рядом должна быть зимуха вот так вот выглядит ложная белая церковь такая большая привет ложная белая церковь вот она какая мы ни разу не были она очень красивая среди деревьев стоит она интересненькая дороже вот но мы сейчас идем к зиму хи посмотрим что там кто там поздороваемся если кто-то есть беседка такая вот она зимуха нет зимуха никого нету потому что вот стоит четвертый две лопаты сейчас мы откроем посмотрим что там отличная зимуха стол нары да здесь вообще прекраснейшее место даже второй этаж есть оставляете все тепло все обшито печь стоит а тут от зимухи значит еще есть одна тропинка я пошел по этой тропинке посмотреть что там она такая ну натоптанная тропа смотрите там еще одна зимуха стоит вот так вот она выглядит ладно чуть чуть поменьше закрытая на замок то есть во внутрь мы не попадем вот так выглядит с этой стороны есть градусник сейчас мы посмотрим какая у нас температура минус 6 градусов нормальная температура хорошая зимушка но мы будем обедать беседки потому что в зимушке видимо все-таки давно никто не жил не отсюда шел дым и на улице теплее вот и время обеда второй час как раз вовремя подошли сало котлетки перец и бананы хлебушек и чаек если со стороны домика заходить вот тут можно посмотреть какая она это ложная церковь очень похоже кстати на половники которые мы там видим видим вот это тоже как плавник ну вот все наши цели достигнуты мы дошли до белой церкви пообедали прекрасно устроение отлично время около двух часов мы выдвигаемся в обратный путь по станции подкаменная на часах 4 часа мы подошли к повороту указатель станция подкаменная именно там мы оставили свой автомобиль приехали на нем и вот в принципе мы за два часа сложной церкви добежали сюда здесь мы не шли мы как бы не нашли же с под каменной правильный путь как-то пошли по лесу там торопили а здесь хороший натоптанный и вроде как на станцию поворот показатель все есть пошли здесь надеюсь дойдем вот мы выходим машина под каменную действительно тропа отличная я не знаю каким местом мы смотрели с утра с просонья видимо или наше тело хотела приключений и пошли на какую-то странную тропу здесь но все прям прекрасно вот так мы походили где у нас тут с под каменной вот оттуда получается обзорный ворона шахтай потом пошли 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 вот белая ложная церковь но вот эту церковь не заходили потом также вернулись как-то вернулись вернулись и все и на под каменную вот а уксус и кетчуп очень далеко от ворона значит сходим на него в следующий раз замечательные маршруты конечно очень много здесь еще вот золотого ключа до него мы тоже не дошли он дальше церкви даже вот такая вот наша природа так вот вот итоги время 16 часов 35 минут мы выходим вот первый домик у нас на под каменной вот там уже следующие дома то есть уложились прям световой день четко после пяти у нас уже темнеет ну то есть у нас еще вот остается полчаса даже в запасе по километражу 24 километра ровно практически получилось до ложной церкви и обратно я если честно думала будет чуть меньше ну 24 значит 24 на этом наше приключение по миру альхинского плата заканчивается спасибо что были с нами смотрели до конца этот выпуск подписывайтесь на канал если еще не подписаны оставляйте комментарии нам будет очень приятно их читать до скорых встреч в новых выпусках обязательно будут новые места события пока пока не забывайте пока